Ватаре 7 августа Состоялись две знаковые победы русского флота В 1714 году при Гангуте И ровно 6 лет спустя при Грингаме Обе победы были одержаны над флотом Швеции 7 августа 1714 года Граница с Китаем Отправилась экспедиция Ивана Бугольца В ходе нее был в том числе основан город Омск 7 августа 1932 года Принят так называемый закон о трех колосках Согласно ему к большим срокам Приговаривались те, кого уличали Даже в скромной краже социалистической собственности 7 августа 1941 года Советский летчик Талалихин Совершил первый ночной таран Вражеского бомбардировщика Великой Отечественной войны В тяжелые годы народ нуждается в героях Газетчики всех воюющих стран мировой войны Носились по фронту в поисках героических историй Порой репортеры добавляли найденные истории Нужными подробностями С завидной регулярностью Правда, Красная Звезда, За Родину и другие Публиковали героические повести Где не ясно было, что правда, а что вымысел В то же время первые месяцы войны Действительно самый героический период Великой Отечественной Только 22 июня Советские летчики совершили 19 воздушных таранов При этом общая подтвержденная цифра За всю войну Чуть более 600 Настоящие подвиги этого лета Доходили до репортеров с большим опозданием Из-за катастрофического положения на фронте И сколько достойных имен мы уже не узнаем Потому что не было свидетелей их дела Молодому летчику Вите Далалихину В этом смысле повезло Подвиг он совершил у самой Москвы Защищая ее от налетов Почти мальчик 22-летний воин Стал всесоюзно известным уже наутро О ранней биографии, впрочем, как и о всей жизни Известно не так много Деревенский парень из-под Саратова Мемуаров не писал Жизнеописания его никто не вел До 15 лет Виктор жил в родной деревне Потом семья переехала в столицу Виктор поступил в ремейственное училище Одновременно трудился на мясокомбинате А с 16 лет посещал Аэрокур А это время – настоящий авиационный бум Активный комсомолец Сталалихин Должно быть, как и его ровесники Увлеченно читал репортажи О первом герое Союза Спасителей Челюскинцев Лепедевском В воздушных дальнобойщиках-рекордсменах Михаиле Громове Валерии Чкалове Усердие по линии комсомола Принесло Виктору путевку на обучение В Борисоглебском авиационном училище Восстанавливая дальнейшую биографию летчика Без идеологически приукрашенного флера Надо сказать, что асом-истребителем Как его называли в газетах Он, вероятно, не был Биография Виктора написана в 60-е годы Утверждая, что он совершил 47 боевых вылетов В годы Финской войны И сбил 4 вражеских самолета Но архивы, вопреки официальной версии О службе в 27-м истребительном авиаполку Указывают, что Талалихин служил в 152-м Числился в 3-й эскадрилье младшим лейтенантом А как сказано в отчете командира авиаполка Истребительная авиация практики по прикрытию объектов И введению воздушных боев Не получила из-за отсутствия воздушного противника Поэтому 3-я эскадрилья выполняла задачи По уничтожению наземных целей Ни одной документальной зафиксированной победы Над противником в воздухе На счету Талалихина в 1939-1940 годах нет Получается, к началу Великой Отечественной Талалихин мог и вовсе не иметь опыта Воздушного боя В мае 1941-го 22-летний Виктор вославил звено 177-го истребительного полка Под Москвой С началом войны его главная задача – защита столиц Налеты немецких бомбардировщиков начались 22 июля В ночь на 7 августа Виктор совершал один из первых вылетов против немецких летчиков При погоне за немецким Хенкелем 111 У него кончились боеприпасы Оставалось одно – таранить Если я погибну, так один А фашистов бомбардировщики четверо Так рассказывал позже летчик Уже имея пулевое ранение, Талалихин на своем И-16 пошел на таран Причем всем фюзеляжем Такой маневр почти всегда заканчивался смертью Но он выжил, погибли враги А потом раненый Виктор сумел выбраться из падающего самолета И прыгнуть с парашютом Уже 9 августа его портрет опубликовали главные газеты страны И он получил звание «Герой» Однако воевать отчаянному храбрецу оставалось меньше трех месяцев 27 октября Талалихин погиб в небе над Подольском За четыре месяца на фронте он сбил пять немецких самолетов В 2014 году поисковый отряд обнаружил в лесах под Москвой Тот самый самолет, которым он таранил немецких бомбардировщиков Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова